Добрый день, уважаемые абитуриенты, решившие поступить в Казанский федеральный университет. Хочу представиться. Я Ахмедшина Эльмира Габдуловна, заведующая кафедрой дизайна и национальных искусств Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. И в данном видео мне хотелось бы дать некоторые разъяснения о сдаче вступительного экзамена творческой направленности. Для поступления на направление 540301 дизайн и 440304 профессиональное обучение дизайна интерьера необходимо сдать творческий экзамен по рисунку. Я думаю, что те абитуриенты, которые выбрали данное направление, уже имеют понимание, что такое рисунок и имеют определенную подготовку для того, чтобы достойно его сдать. К сожалению, в этом году нам приходится ориентировать, переориентировать данный вступительный экзамен на те условия, в которых мы сегодня существуем. И рисунок, несмотря на то, что это творческий экзамен и выполняется работа с натуры, нам придется с вами сдавать его в режиме онлайн. И я сегодня хочу дать несколько советов, как сделать так, чтобы ваш вступительный экзамен прошел успешно. Итак, для того, чтобы стать участником вступительного экзамена по рисунку, необходимо зарегистрироваться в социально ориентированной сети на сайте Казанского федерального университета «Буду студентом». И в дальнейшем, после подачи документов в Казанский федеральный университет на данные направления, вы становитесь участником данного экзамена и попадаете в списки тех, кто будет приглашен для сдачи данного вступительного экзамена. Экзамен будет проходить в тестовой форме. Зайдя на сайт, вам нужно будет выбрать учебную дисциплину рисунок, и каждому из вас откроется окно с вашим тестовым заданием. В тестовом задании, в шапочке этого тестового задания, будет дана небольшая инструкция по поводу того, как нужно выполнять вашу графическую работу. Еще раз хочу сказать, индивидуально каждому из вас на ваш личный адрес придет изображение того натюрморта графического, который вам предстоит нарисовать в условиях вашего пребывания дома, или там, где вы будете как раз этот экзамен издавать. Вы получаете изображение натюрморта, в составе которого три геометрических тела и два бытовых предмета. Материалы, которыми вы рисуете, это только графический карандаш. Фотография будет цветная, но я хочу обратить внимание, что изображение будет черно-белым, то есть графическими карандашами. И в шапочке нашего теста будут четко оговорены те материалы, которые вы должны использовать для сдачи вступительного экзамена. Подготовиться нужно заранее. Подготовьте, пожалуйста, какое-то удобное рабочее место. Это рабочее место должно располагаться перед вашей видеокамерой, ну и, соответственно, перед монитором компьютера, потому что именно на мониторе и будет изображение вашего натюрморта, который вам нужно будет изобразить. Желательно подготовить планшет формата А2. Если нет такой возможности, то любую жесткую поверхность, на которую вы сможете наклеить, прицепить или приколоть с помощью кнопочек, лист формата А2, лист ватмана. Хочу обратить ваше внимание, чтобы вы заранее приобрели бумагу хорошего качества. Желательно, чтобы это был госзнак, так как все-таки рисунок требует исправления, корректировок, работы с ластиком. И для того, чтобы поверхность все-таки сохранять в хорошем состоянии, используйте, пожалуйста, качественную хорошую бумагу. Не берите очень гладкую и глянцевую бумагу, потому что она тоже не очень хорошо держит графический графит и графический карандаш на своей поверхности. Это вызовет у вас дополнительные сложности. Итак, в начале экзамена вы получаете изображение и начинаете работать над натюрмортом, который вы видите на своем экране монитора. Срок или время прохождения экзамена 4 часа. В течение 4 часов вам нужно выполнить построение данного натюрморта. Пожалуйста, сохраняйте конструктивное построение, линии построения. Обязательно обратите внимание на композицию натюрморта, чтобы весь формат работал. И, конечно же, постоянно у меня битуриенты спрашивают, может ли быть тоновая проработка. Если у вас останется время, мы разрешаем вам сделать легкую тоновую проработку для того, чтобы максимально передать нам атмосферу натюрморта, который вы изображаете, передать объем, форму предметов, которые вы изображаете. Еще раз хочу повторить, что задание линейно-конструктивный рисунок. Поэтому в первую очередь вам нужно сохранить именно линейно-конструктивную основу, чтобы мы видели, как вы рисовали, как вы мыслили, насколько вы знаете, как строятся геометрические тела, как строятся бытовые предметы. Но для того, чтобы все-таки быть более убедительным, еще раз повторю, что, возможно, тоновая проработка. После завершения работы над графическим листом вы его фотографируете, переводите в формат JPEG или PDF и прикрепляете к тесту, как завершенную работу. Прямо в системе буду студентом. И еще одна просьба, помимо того, что вы прикрепляете данную работу в тестовой форме, вам ее нужно отправить, фотографию вашей работы, на электронный адрес, который будет указан в тестовой системе. Огромная просьба следить за регламентом, за временем. Не спешите, порепетируйте, чтобы вот 4 часа у вас были распределены грамотно и позволяли сделать качественную, хорошую работу, которая позволит вам поступить к нам на нашу кафедру, на данные направления, о которых я уже назвала, которые я назвала в начале данного видео. Ну что ж, успехов, до встречи 1 сентября. Надеюсь, что ваши планы реализуются, и мы вас увидим в качестве студентов Казанского федерального университета. Продолжение следует...